Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем видео делаем абсолютно честный обзор на ТС-5. Но перед тем, как начнем это делать, я хотел бы извиниться перед вами за свой не совсем певческий голос. Я жестковато приболел, но обещал вам сделать обзоры на те машины, на которые обзоры еще не делал, из тачек, которые сейчас есть на третьей волне на аукционе. Я очень сильно надеюсь, что тембр моего голоса не повлияет на качество моего видео, в частности на презентацию данной машины, чтобы вы понимали, чего она стоит, нужна она вам, не нужна и за какие деньги вы готовы ее себе купить, если в принципе на нее обратите внимание. Машина очень-очень нестандартная, ребят, и даже ПТ-воды не все оценят данную тачку. Дело в том, что она очень медлительная, это первый ее минус, второй, дикое время сведения. Но это я буду показывать непосредственно в бою, потому что одно дело смотреть на эти цифры в ТТХ, в таблице, ну а другое дело, как это играется против реальных противников. Что касается ДПМа, то один из лучших ДПМов на уровне, 3100, если будем округлять, с учетом установленного оборудования, установленной амуницией, это все благодаря тому, что у вас есть 7,5 секунд, ну может чуть больше, времени перезарядки, и за это время перезарядки вы накидываете постоянно по 400 единиц альфы в среднем. Это действительно очень приятное орудие в этом отношении. Что касается угла склонения орудия вниз, минус 5, оно меня всегда удивляло, но к этому вернемся чуть позже. Что касается ценника, ребят, ценник на данный момент на машину, я бы сказал, завышенный, причем существенно. Я бы рекомендовал вам ТС-5 покупать себе 1000 за 4. До этой цены, понятное дело, не опустимся, не хватит количества снижений цен, не хватит дней аукциона, но, ребят, реально больше 5000 платить за нее уж точно не имеет никакого смысла. Реальная цена 1004, ну крайне сложная играбельная машина, но это мое субъективное мнение, если вы являетесь владельцем данной машины, то пишите свое мнение в комментариях. Что касается брони, ребят, по броне здесь очень классно все, это монолит, здесь нет рубки, никуда ничего не поворачивается, просто орудие поворачивается вправо-влево-вверх-вниз, и верхняя часть корпуса действительно неплохо забронирована. Есть комбашня, которая картонная, и вот этот нижний бронелист, но у него неплохая приведенка, поэтому даже в него пробивают не всегда. Все зависит от того, под каким углом вы будете по отношению к противнику стоять. Что касается углов склонения орудия вниз, то, что я говорил, что оно меня удивляет, обратите внимание, орудие находится абсолютно впереди всей ПТХи, и ему ничего не мешает опускаться вниз лучше. Почему разработчики сделали так, чтобы оно вниз не опускалось, я, честно говоря, не совсем понимаю. Вообще, один из косяков данной ПТХи, это именно отсутствие угла склонения орудия вниз, так, чтобы можно было комфортно отыгрывать на неровностях. Да и плюс к тому, с учетом скудной подвижности данной машины, если бы ей сделали хотя бы угол склонения орудия вниз, градусов 7, точнее, минус 7, то тогда, ребят, она не стала бы абсолютно имбой, но в то же время игралась бы намного комфортнее. Что касается сравнения с другими тачками на уровне. Здесь действительно есть чем сравнивать огромное количество на восьмом уровне ПТшек, но давайте будем говорить откровенно, мы должны сравнивать не просто по ДПМу, или по результативности, или по проценту побед, а сравнивать схожие между собой машины. Можно было бы, конечно, начать сравнивать, допустим, ТС-5 и того же самого Джессора, но здесь барабаны и разговаривать по поводу того, что у него гораздо выше ДПМ, чем у Джессора, это ни о чем. То же самое касается и ИСУ-152. Дело в том, что это тоже без рубки ПТХа, но она гораздо более картонная, точнее, не так, она полностью картонная по сравнению с нашим героем. Поэтому не будем высасывать из пальца то, чего там нет, и давайте будем говорить откровенно. Те машины, с которыми можно сравнить ТС-5. В первую очередь это АМХ-105, и он является тоже неплохо забронированной ПТшкой, и при этом является практически таким же по скорострельности. Единственное, что у него альфа существенно меньше на 50 единиц, но и, соответственно, у него ниже ДПМ. Но геймплей приблизительно такой же, как на ТС, за исключением подвижности, потому что здесь подвижность 26, а у нашего АМХ целых 50. Также, ребят, стоит обратить внимание на еще одного товарища, который является премиумной машиной. Это у нас Черепаха, Тортл МК-1. Так вот, у Тортл МК-1 ДПМ ниже. Что касается времени перезарядки, количества выстрелов, то здесь, ребят, получше картина, но ДПМ ниже на целых 70 единиц. Что касается подвижности, вот здесь действительно не очень похоже, потому что здесь у нас 20 против 26, напоминаю, у нашего героя. Все остальные машины на уровне в основном имеют либо хуже бронирование, либо лучше подвижность. Короче говоря, основным все-таки конкурентом я бы назвал Тортл МК-1. Но опять-таки, это мое субъективное. Ну а что касается в целом взвешенных характеристик по сравнению с другими, то очень хороший ДПМ на своем уровне, благодаря хорошей Альфе и приемлемому времени перезарядки. Что касается подвижности, просто до безобразия все уныло и страшно. Если вы посмотрите на скорость машин, которые есть на уровне, то обратите внимание, что она соизмерима с такими машинами, как АТ-15, Т-28, Т-28 прототип. Короче говоря, и то прототип даже получше ездит, как вы видите. Но в целом, ребят, машина одна из самых скудных машин по подвижности на уровне, и это в боях постоянно ощутимо. И об этом я говорил изначально, как только увидел третью волну, что далеко не всем ПТ-водам данная тачка зайдет, ну и данная машина играется вот действительно как ПТ-шки серии АТ. Что касается процента по победам, ни вашим, ни нашим, 51% есть кто-то лучше, кто-то хуже, поэтому здесь говорить особо не о чем. Что касается доходности, то информации здесь нет, но по информации имеющейся у меня доходность 170%. Так это или нет, подтвердить или опровергнуть я не могу. Что касается популярности, вообще не популярная ПТ-шка, 227 игроков, катает ее за последнее время, и обратите внимание, один из худших показателей в этом отношении на уровне. И даже, даже, ребят, несмотря на свою хорошую броню, машина, как вы видите, особой выживаемостью не хвастается. Но это связано в основном с тем, что она не может никуда убежать, и ее очень легко закрутить. Те, кто умеют на данной тачке играть, те понимают, что необходимо отыгрывать в прямой проекции по отношению к соперникам, либо вот так вот чуть-чуть как-то доворачиваться, но не более того, потому что по бортам, по корме разбирают, просто мама не горюй, ну а, как я сказал, подвижностью не обладая, она свилять никуда, к сожалению, не может. Ну а вы, соответственно, вместе с ней. Вот такие вот характеристики по ТС-5. А теперь давайте возьмем машину и просто взорвемся в первый попавшийся бой, для того, чтобы ее там заценили. Итак, друзья, ринулись в бой, но ринулись это понятие, ну прям не про ТС. Дело в том, что машина, если ее прям раскочегарить, как вы видите, набирает 26 километров, и на этом, в принципе, привет. Нет, поверьте мне, вся ваша команда существенно вырвется вперед, ну а вам придется их догонять. Причем на момент, когда вы туда приедете, не исключено, что вся веселуха закончилась без вас, все уже давно выпито, съедено, ну а кому-то уже и морду успели набить. Что касается маневренности машины, маневренность тоже не про нее. Дело в том, что она на месте крутится крайне скудно. Это действительно очень неприятно. Как видите, под горку тяжеловато поднимается, потому что мощности не хватает двигла. Короче говоря, все, что связано с подвижностью у данной машины, очень-очень плохо. Но, ребят, будем говорить откровенно. За все необходимо платить. За что вы платите своей подвижностью в случае ТС? Сейчас даже не успел свестись. Это, кстати, еще одна проблема ТСки. Время сведения. За что вы платите своей подвижностью? Вы платите за возможность танковать и принимать непробитие. Вот время сведения и вот вам точность. А вот вам броня. Короче говоря, всегда за что-то платишь. В нашем случае платишь за бодрое время перезарядки. За очень хорошую альфу в 400 единиц. И за возможность получать непробитие. То есть, в принципе, если нормально приноровиться, то можно довольно качественно отыгрывать и довольно качественно держать удар, держать какое-то направление и таким образом быть полезным своей команде. Чем дольше вы в бою живете, тем, соответственно, больше у ваших союзников возможностей и времени на то, чтобы поразбирать ваших соперников. Ну, а вы, как говорится, им в помощь. Именно в помощь, а не они вам. Потому что от вас единолично толку будет маловато. Ну, вот если бы не время сведения, ребят, было бы немножко повеселее. И при этом эта история повторяется практически постоянно. Если вы находитесь где-то рядом со своими соперниками, да, играется немножко полегче. Точнее, существенно полегче. Потому что в таком случае ваши соперники занимают полностью весь круг разброса вашего орудия. Ну и, соответственно, а вот вам угол склонения орудия вниз, кстати. Не склоняется, видите? То есть мы стоим на ровной площадке, буквально там под камень куда-то посмотреть. Или вот, допустим, в этого товарища. Благо он решил подъехать самостоятельно для того, чтобы получить тычку. Надеюсь он... Нет, он все-таки на барабане. Не очень хорошо. Если бы СМВ сейчас самостоятельно не подъехал к нам поближе, то, поверьте мне, было бы очень-очень неприятно. Теперь, что касается того, чтобы поворачиваться на месте. Как вы видите, очень скудно разворот идет. Ну и, соответственно, приводит к чему? Правильно, к тому, что вас будут просто безбожно разбирать. Причем безбожно разбирать будут постоянно те, кто заедут с бортов либо с кормы. Вы ничего с этим сделать не сможете. Короче говоря, ребят, вот такие вот минуса по данной машине. Что касается плюсов. Как я уже сказал, бодрое время перезарядки, хорошая альфа, довольно-таки хороший ДПМ, который возможно реализовать в боях, просто не во всех. Не терпит машина абсолютно неровных карт, не терпит всякие холмы, барханы и так далее. Разговаривая с вами, практически ничего не делая, не успевая к нормальным замесам, 2000 урона могло быть больше, если бы не несколько косяков в отношении промахов, но машина не бьет белки в глаз, особенно на дальних расстояниях. Что касается фарма, то с учетом прем-аккаунта 30 тысяч, если бы не было прем-аккаунта, будет существенно меньше, прям в разы. Но в целом, ребят, особо фармерам данную машину все равно не назовешь. Она не приносит столько результата, сколько могут принести другие тачки. Что касается нашего места в команде по урону, то вот вам, пожалуйста, первое место. Самое обидное, то что вы реально не успеваете приехать вот в сам жир замеса. Если бы успевали туда приезжать, то, соответственно, раньше бы начинали воевать, ну и, соответственно, больше бы делали результаты. Ну что, попробуем еще разок. Ну что ж, поехали. Попытаемся занять какую-нибудь подходящую для ТС ПТ-шную позицию. Стану вот здесь вот за кустиком и попытаюсь чего-нибудь сделать. Есть у нас, правда, маленький нюанс. Мы вдвоем с крушителем. Если крушитель кого-то подзасветит за самой горкой, то навряд ли я его увижу. Есть надежда на то, что засветится кто-то из ПТ здесь наверху на горе, как многие любят туда заезжать. Ну еду, еду, конечно. Конечно, еду. Одну секунду меня. Подожди, постой, поперезаряжайся. Жалко, конечно, что вторая ТТ-ха наша решила нас прокинуть и уехала куда-то в другом направлении. Не очень, конечно, хорошо. Мы тут с крушаком вдвоем навряд ли сдержим натиск этих товарищей, но будем пытаться. Давай, крушак, добери его. Ты сможешь, я в тебя верю. Ну а вот теперь дело за нами. Теперь нам необходимо поддержать товарища для того, чтобы крушак мог перезарядиться и дальше набросить еще урона. Красавчик, крушитель. Крушитель молодец, однозначный лайк, даже если мы сольемся, потому что тут стоит что отметить. Но слиться я имел ввиду не командой, командой-то мы однозначно побеждаем, а вот в отношении того, чтобы не вылететь из боя, скажем так, до его окончания, курает от Сильвия говорил, жаль, что все крушака, конечно, доберут, но, ребят, обратите внимание на броню. Как вы видите, пробивают вот этот нижний бронелист, а значит, нам надо его прятать, и вот вам, пожалуйста, отверстие в комбашне. Именно туда меня выцелили, понимая, что, в принципе, вот этот монолит весь пробить практически нереально. Короче говоря, ребят, досматриваем бой, подведываем итоги и для себя будем принимать решение в отношении того, стоящая ПТХа на аукционе или нет. Итак, друзья мои, победа 2000 нанесенного урона, что касается нашей результативности по серебру, то с учетом прем-аккаунта 52 тысячи, без прем-аккаунта в любом случае существенно меньше, и получили бы чистоганом 29 794, ну, будем говорить 30 тысяч. Как я вам сказал, это, ну, далеко не фармер и ради фарма данную машину брать уж точно не стоит. Что касается результативности по команде, второе место однозначно хвалим нашего крушителя, он красавчик, он молодец, спасибо ему большое за то, что помог мне, я ему, сдержать направление, наверное, в этом был залог успеха всего боя. Что касается наших ребят из противоположной команды, однозначно слайкуем товарища, который занял первое место в команде по урону, ну, и я хочу поставить лайк вот этому игроку на СМВМ, который, играя один в четыре оставшись, не поднял ствол вверх, не знаю, за что ему диспо ставили, он действительно молодец, боролся до последнего и достоин нашего уважения. Что же касается ТС-5, ребят, машина очень-очень неоднозначная, да, вы сможете вывозить за бой по 2000 урона практически каждый раз, как будете в этот бой заходить, потому что орудие действительно ДПМное и прожить в бою достаточное количество времени, чтобы 2000 урона набросать с легкостью, эта машина может. Минуса по данной машине однозначно подвижность данной тачки и крайне-крайне хреновая маневренность. Плюс стоит отметить очень скудный угол склонения орудия вниз и долговатое время сведения, отсутствие какой-то приближенной к идеалу точности на дальних расстояниях. В то же время по орудию стоит отметить великолепную скорострельность, альфу, ну и соответственно ДПМ. Вот такая вот ТС-5, пишите в комментариях планируете ли вы ее покупать, а обязательно еще пишите в комментариях есть ли она у вас, ну и соответственно если она в ангаре у вас находится, то напишите свое мнение, не жалеете ли вы о покупке данной машины, я думаю ваше мнение будет интересно другим игрокам, для того чтобы принимать решение покупать ли им. Я стараюсь специально для вас и снимаю исключительно честные обзоры. Если вы за честность, прямо сейчас подписывайтесь на канал, я побежал снимать следующий обзор, ну а вам друзья мои мира и обязательно спокойствие. Пока-пока.